Ну, так как мы начали с высокой гражданственности, а именно с прекрасной пьесы Брехта Доброй Шайкой Сизуана, то эта линия высокой гражданственности, она продолжается в театре по сей день, но только сделанной в очень яркой форме, в ярком воплощении каждый спектакль по-разному. Для каждого спектакля существует своя неповторимая форма, и в декорациях каждого нашего спектакля нельзя играть другой, только этот и больше никакой. Ты же еще не терпнулся с невестой. За что бы выкинуть? А до будущего. Когда жениху не нужно будет брать на прокат смокинг. Я в восторге от собственного сына. Я всегда говорила ему, он может взять любую. И что он мне говорит теперь? Я женюсь по любви, мам. Деньги еще не все. Ну, что вы торопитесь? Вознаграждения, соответственно, возрастают. Мы еще подождем, дорогая моя. Один из самых уважаемых гостей еще не прибыл. Мама. Извините, пожалуйста. Пока есть вино ждут охотно. Нам некуда торопиться. Перед бракосочетанием я хотел бы устроить тебе маленький иступительный экзамен. Это совсем не бесполезно в наше время, когда так скоропалительно заключаются браки. Я понятия не имею, что у меня будет за жена, а это меня волнует. Так вот, ухитрившись ли ты, например, из трех листиков чая сварить пять чашек чая? Нет, Сумя, это невозможно. Ну, значит, я буду пищать. А сможешь ты улечься на тюфике величиной в молитвенник? Вдвоем с тобой? Одна. В этом случае нет. Ой, я в отчаянии, что у меня будет такая жена. Ну, что вы так спешите? Речь идет о нескольких минутах. Я вижу, все пьют, курят и никто не торопит. Ну, разве не хорошо было бы поговорить о том, как мы устроимся? Пожалуйста, сегодня не слово о делах. Это придает торжеству такой обыденный тон не так. Сумя, кого ждет твоя мать? Пусть это будет для тебя сюрпризом. Кстати, а что поделывает твой двоюродный брат шует, а? Не знаю. Я не хочу о нем думать. Почему? Раз ты любишь меня, ты не можешь любить его. Пейте, господа! Пейте, убогая. Тут что-то не так. А вы ожидали другого? Госпожа Янг, я вынужден вас покинуть. У меня еще одна свадьба и похороны. А вы думаете, мне приятно, что все так складывается? Мы думали, что обойдемся одним кувшином вина. Мама, дорогая Шантен, ваш двоюродный брат заставляет тебя слишком долго ждать. Мама! Мой двоюродный брат! Дорогая моя, его-то мы и ждем. Я придерживаю старых правил. И полагаю, что столь близкий родственник мог присутствовать на торжестве. Ой, стоп! Так это ты за трехсот серебряных долларов? Ты же слышишь, почему она придерживается старых правил, мама. Вы, конечно, уже слыхали, что мой сын получает донус летчика. Мне это очень приятно. В наши времена надо зарабатывать. Сон, я должен сказать матери, что ничего не выйдет. Об этом мне скажет твой двоюродный брат. Как я ненавижу этот город? Но я должна, должна вернуть старикам двести серебряных долларов. Пой, слушай, ты пей и предоставь мне заниматься делами, мы все уладим. Двоюродный брат не может прийти. Как это понять? Его здесь нет больше. Может быть, ты тогда расскажешь, как тебе представляется наше будущее? Да, я думала, у нас есть еще двести серебряных долларов. Мы бы вернулись старикам и стали продавать табак. Забудь об этом, чтобы я стал продавать табак на улице. Я, Янг Сун, летчик. Да я лучше выброшу их в реку. Лучше я спущу эти двести за одну ночь. Твой двоюродный брат, он знает меня. Я с ним договорился. Он принесет к свадьбе триста. Нет, Сун, нет. Он не принесет к свадьбе триста. Почему? Там, где я, его нет. Какая таинственная? Знай же, Сун, знай. Он не друг тебе. Он не принесет к свадьбе триста. Почему? Он сказал, что ты купил один билет. Это же было вчера. Но смотри, что я покажу ему сегодня два билета. Для меня и для тебя. Старуха не должна их видеть. Я распродал всю мебель. Сун, не показывай мне два билета. Я готова все бросить и уйти с тобой. Подумай, старикам. Подумай обо мне. А всего лучше пей. Или ты принадлежишь числу благоразумных. Эй, господа, не терплю, господа, благоразумных женщин. Когда я пью, я снова летаю. Подмуазель Шанте охотно помогала всем людям. Как говорится, жила сама и давала жить другим. Правильно, давала. Господин Шуйте, а, напротив, человек очень строгий. Однако он всегда придерживался закона. Закона, 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 закона. Он разоблачил, как воровскую шайку, группу людей, которым его кузина доверчиво предоставила убежище. В другом случае удержал Шанте от дачи ложной присяги. Господин Шуй, да, известен мне как порядочный и почитающий законы гражданин. Нет ли тут и других людей, которые согласились бы засвидетельствовать, что обвиняемый не мог совершить преступление? Нет, нет. Господин Шук-фу, очень влиятельный господин. О, да. Господин Шуй, да, считается в горде видным дельцом. Он является вторым председателем торговой палаты. В квартале, где он живет, его собираются выдвинуть на пост мирового судья. Отврат! Вы обделываете с ним свои грязные дела. Отвратительный тип. Я, как председательница попечительного общества для девств. Я хотела бы довести до сведения суда, что господин Шуита намеревается подарить людям самые лучшие помещения, светлые и здоровые. Что? Даже крысы разбежались оттуда, тебя бы туда. Такое. Госпожа Мецы, старая приятельница старого судьи. Да, это я. Ваш единственный приказ. Быть хорошим и в то же время жить, как волния растек меня на две половины. Груз добрых намерений вгонял меня в землю. Зато, когда я совершала несправедливость, я ела хорошее мясо и становилась сильной. Нет, очевидно, есть в вашем мире какая-то фальш. Мне так хотелось счастья. Моя приемная мать купала меня в сночной канаве. От этого зрения мое становилось острее. Я видела нищету, и волчий гнев охватывал меня. Род мой превратился в горящую рану. Слова во рту стали, как пепел. И все же я охотно стала бы ангелом предмести. Дарить было моим наслаждением. Я видела счастливое лицо и чувствовала себя на седьмом нере. Проклинайте меня. Все преступления я совершила, любя своему любимому.